ну что друзья сегодня у нас необычная пушка это 524 с вами я денис давыдов погнали друзья сегодня это у нас выпуск который ну наверно меня капец как задолбал я буду честным я его снимал уже раз пять это наверное единственный мой выпуск который я снимал по переснимал и нифига он у меня кончался он у меня все время трагически и один раз я объясню почему но это будет течение программы и так это у нас ритеевский пистолет вот в таком он красивеньком по прошу прощения чемоданчики я из всей линейки вот этих пистолетов турецких вот мне нравится именно этот пистолет сразу скажу почему ну во первых у него классический вот такой вид так проверю там все четко нет патрона патроники и классический такой вид современный это глок зигзаур но вообще 524 скорее всего он и сделан по образу и подобию по 226 зигзаур и теперь самый главный момент почему я именно его из всей линейки его и выбираю потому что он обладает автоматической стрельбой то есть тут есть переключатель это полуавтоматическая стрельба у нас ну как у всех пистолетов раз так делаешь да если вы заметили я в начале стрельнул там буквально совсем чуть-чуть три по моему патрона выстрелила автоматом автоматом это как а это как стечь это оружие вот даже написано мэйлин таки и вот собственно говоря два пистолетика мы уже имеем автоматических это барретта курсовская и вот этот ритаевский турецкий пистолет все остальное это уже друзья стечкина стечкин вы меня извините он стоит 200 с чем-то тысяч рублей это уже не для детей и не для высокообеспеченных людей грубо говоря второй самый главный момент почему меня радует этот пистолет если вы смотрели все выпуски моих передачей то вы видели что я обозревал эту фирму подобный пистолет я покупал европе помните я ссылочку оставлю в описании я там в поле стою и шмаляю с такого подобного пистолета и там там он стреляет вот с этих патронов 9 миллиметров па и я и вам еще сказал что я его купил за 100 евро по объявлению 100 евро это у нас сейчас 9000 тогда это было друзья 7000 рублей пару лет назад чем вообще плохи европейские пистолеты неважно где это будет даже на украине нашей молдавии в грузии не знаю я там не был а тем что у них по законодательству не на украине нет такого законодательства как и в молдавии но это делается же для европы турками и у них впереди дульного среза таблетка пластмассовая красная стоит то есть если я в городе достаю холостой пистолет направляю его на людей на сотрудника полиции ну хотя бы меня не пристрелят просто так и агрессию ко мне не применят потому что они сразу увидят дурик с холостым пистолетом шел вон отсюда а тут дырочка у нас где отверстие маленькое узенькое где собственно когда ты стреляешь вот так газ вот этот вот выделяется да диффузор этот стоит а здесь все в отечество отечественному законодательству такое слава богу нету и этих таблеток дебильных пока еще никто не думает ставить и собственно говоря у нас он сделан по классическому вот такому заказу а у нас бы никто не покупал с красной таблеткой впереди и так дальше я еще вам тогда в той передаче говорил почему мне нравятся ритаевские пистолеты потому что тут такой классный чемоданчик и тут идет щеточка для чистки патроника ну ствол вы же не почистите она же сюда в общем-то не засунется дальше там штифт дальше масленочка такая сладенькая вот ну собственно больше ничего тут нету и теперь я рассказываю почему я обломался значит я честно говорю несмотря на то что я опытный достаточно человек я думал что тут же написано пистолет модели 5 и 24 калибра 9 миллиметров пак мне кто-то говорил что патроны пак и патроны 9 миллиметров па это разные патроны я говорил ребята нет это одни и те же патроны ну потому что они выглядят одинаково смотрите смотрите они выглядят одинаково достаем или 9 миллиметров па патрон и вот в левой руке и 9 миллиметров пак а кстати на жопках на жопках одно и одни те же названия смотрите 9 миллиметров па 9 миллиметров па видите нет никакой разницы нет теперь так смотрите то есть слева он здесь ну для вас справа они одинаковые они абсолютно одинаково и пластмасски друг одинаковые правда вот тут лазером написано 9 миллиметров пак ну так вот я думал что они абсолютно тождественны нет друзья действительно на девять миллиметров па пистолет не работает а как он работает а я сейчас вам продемонстрирую то есть вы видели на девять ни паки все работает вся автоматика работает сейчас я вам покажу как на 9 метров па кстати говоря 9 миллиметров пак это свободно продающиеся патроны они сертифицированы то есть почему я думал я думал что просто дело в сертификатах дело в юридических препонах и просто 9 па могут покупать только обладатели газовиков и травмовиков а 9 пак это тупо для вот этих вот холостых пистолетов собственно говоря юриспунденция банальная а нет вот давайте я вставлю эти патроны в магазин ставлю их в пистолет так автоматику убрал по одиночке да смотрите раз все 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 закончилось на этом видите все на этом закончилось смотрим смотрим он видите вот он гильза патронники вытаскиваем тут у нас 4 патрона 4 патрон 3 я 4 зарядил это стрелянный патрон видите стрелянный патрон он не выбросился логически думаем о чем это говорит это говорит о том что тут меньше пороха чем в 9 пак а кстати да я и по ушам чувствую он он тише бьется тише бьется давайте попробуем на автоматику вот он тут проперделся получше однозначно два выстрела если не ошибаюсь было да один патрон следовательно раз он выбросился и второй он вот он не выбросился вот собственно и вся песня поэтому 9 миллиметров па про этот собственно говоря патрон забудьте и так следующее что мы сделаем следующее друзья что мы сделаем это так это 9 па да все забываем про эти патроны я их убираю хотя тут написано что они предназначены для холостого оружия но как такового холостого оружия они вот для европейских вот для европейских поставок с маленькой дырочкой они годятся потому что там просвет узкий а здесь просвет у нас широкий соответственно и больше пороха надо сейчас я по быстренькому ставлю я хочу знаете что тут у нас сколько у нас здесь патронов я кстати забыл у нас здесь друзья 14 штук патронов и я хочу зарядить полный магазин полный магазин друзья и прострелять полный магазин это будет у нас очень интересно правда же посмотрим как он работает без вопросов ну и сколько примерно времени это длится если один раз это у нас были патроны то сейчас этого на то потом это у нас было по причине ладно пофиг так автоматика ну что полный магаз блин вот супер вы видели как блин как крутыш а блин еще хуй я еще хочу я обязательно это сделаю братва еще раз сделаю блин это такой оргазм прежде чем я выстрелю этот патрон я хочу показать как этот пистолетик разбирается все они примерно одинаковые эти пистолеты все они разбираются одинаково вытаскивается магазин спускает створ на задержке после этого фиксатор вытаскивается вытаскивается фиксатор друзья он пластиковый собственно здесь все просто как пареная репа и вот так мы отодвигаем как макарове на себя затвор вверх вперед все вот он собственно говоря у нас затвор курок внутреннего расположения внутреннего здесь стволик у нас сужен и в дульном срезе находится еще суживающая трубка со штифтом и собственно говоря вот возвратная пружина со штоком все все собственно просто вот собственно переводчик огня больше ничего такого здесь особенного нет в этом пистолете есть еще один секретик это вот этот вот ключик смотрите с замочком вот так вот поворачиваешь вот и затвор у нас не двигается есть еще один момент смотрите если курок там взведен он все равно вот будет спуск поэтому курок надо будет спустить иначе хоть хотя бы один выстрел да будет вот собственно и все и наконец будут у нас заключительные слова друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был я Денис Давыдов пока пока